Что может быть полезней активного отдыха на свежем воздухе? Многие из вас наверняка знают, что такое пейнтбол. Недавно работники национальной вещательной компании НВК САХА приняли участие в ежегодном Кубке СМИ по пейнтболу. Наша коллега Евгения Андросова на себе испытала искусственную военушку. Давайте посмотрим. В Кубке средств массовой информации по спортивному пейнтболу принимали участие 4 команды. Якутское САХА информационное агентство, газета «Спорт Якутии» и национальная вещательная компания «САХА» представила две команды – АЕР-студио и НВК. В состав каждой команды входило три парня и две девушки. Соревновались по круговой системе. И в упорной борьбе третье место заняла наша команда НВК. Второе место у журналистов газеты «Спорт Якутии». И, наконец, обладателями сутка средств массовой информации стали наши коллеги – ребята из АЕР-студио. Из шести возможных они заработали шесть очков. К слову, ребята уже во второй раз становятся чемпионами. Сначала мы распределяли роли, то есть один игрок занимает определенную часть поля. Ну и как бы уже мы с конкретным планом входили на полигон. Ну и за счет этого и добились результата, чему, конечно же, безмерно рады. У нас получился там с одной командой «Курьез», «Ясия», да? По-моему, «Ясия» вроде. Да, мы там в самом начале матча нечаянно сняли маску. Один из нас снял маску. За это нас оштрафовали, удалили двоих игроков. И поэтому мы в меньшинстве очень быстро проиграли. Ну, в смысле, да, счет получился один-один, и решающий матч мы все-таки вырвали. И ни одной команде мы не проиграли. Ну, в этом году было легче, потому что мы как бы в сфере своей работы, да, мы снимаем вот эти мероприятия спортивные, и пейнбол несколько раз снимали, ну, профессиональный пейнбол, да, и примерно уже знали, как надо играть. Кроме того, Родомир Томский – прошлогодний обладатель звания «Лучший игрок». А в этом году лучшим выбрали Михаила Андросова. Парни надеются, что в следующем году лучшим игроком станет Власи. Не надо стреляться в упор человека, видишь, на зеркальной стороне, да, да. Надо стараться стрелять диагонально. То есть тут есть, ну, вот эта позиция, там, змейка называется, та позиция, лес, да, допустим. И тот, кто на змейке, не стреляется с тем, кто на змейке, вот напротив, да, а надо стрелять диагонально, потому что тот человек, который в лесу, он не ожидает, что в него сбоку будут стрелять. И если удастся, скажем, одного уже убить, то уже минус один – это уже очень большое преимущество. Короче, суть в том, что эта игра не на точность попадания, например, да, не на снайперское искусство, а стратегически надо выигрывать соперника. Как по флангам проходить и так далее, на удержание, вторым темпом, первым темпом и так далее. Больше головы работают. Да, больше головы. Командный, это командный вид спорта, поэтому надо сообща. Пейнтбол – это не только развлечение, а прежде всего вид спорта. Подобные состязания объединяют коллектив, вырабатывают адреналин и, конечно, придают уверенность.